Кубань-24 Приток граждан в нашу страну 150 тысяч россиян вернулись на ПМЖ на родину Сложно ли начать новую жизнь в другой стране? Вот об этом сегодня и поговорим у нас в гостях Галина Александровна Лискова, директор иммиграционного центра Серебряный мир Кубань Галина Александровна, здравствуйте Добрый день Ну, во-первых, хочу спросить, действительно ли это движение чисто из нашей страны? Либо это просто мировой тренд, общаться с другими людьми, национальностями, узнавать новые культуры? Что вы скажете? На сегодняшний день это, скорее всего, мировой тренд Потому что движение из страны в страну наблюдается не только из России в другие страны Но и из других стран друг к другу и в Россию в том числе Ну да, в нашей стране в последнее время очень много иностранцев, кстати, появилось Им интересна наша культура, всем хочется познакомиться с таинственной русской душой Подтверждаете? Подтверждаю, конечно Конечно, конечно Когда к вам приходят люди, допустим, на консультацию, да, вот они решили переехать в другую страну О чем вы с ними говорите? О чем, может быть, предостерегаете их? Либо, наоборот, советуете? Как часто они прислушиваются к таким советам? Как правило, они прислушиваются всегда к таким советам А начинаем мы с того, что возникает вопрос Что вы хотите от иммиграции за рубеж? В качестве кого вы себя там видите? Какими целями, способами и средствами вы располагаете для того, чтобы уехать в другую страну? Прям очень, кстати, серьезный вопрос Немногие люди могут вот прямо сейчас так и ответить на него Случается, что говорят вам одно, а потом в итоге выясняют совсем другое? Бывает, конечно Как люди справляются с вот этим? С самообманом? Это не самообман Это невозможно просто не менее опыта Человек приходит, у него еще нет опыта иммиграции У него есть только желание и намерение В общем-то мы для того и созданы и существуем Для того, чтобы помочь разобраться в себе, в своих желаниях и возможностях Я надеюсь, что прямо сейчас нам поможет разобраться Наших коллегов прошлого, Ангелина Багдастарян Она сейчас живет в Америке, в Лос-Анджелесе Алина, приветствую тебя Скажи, пожалуйста, многие мечтают о жизни в другой стране Скажи, как ты попала в США, как сейчас там живешь И вообще, привет, знаю, что у тебя ночь уже Ангелина Ну, у меня ситуация такая Ну, поприятнее, чем у остальных, наверное Я переехала в Америку, потому что я замуж сюда вышла Поэтому моя тропа в Америку, она такая очень легкая Недолгая, нетернистая Я вышла замуж за человека, у которого было гражданство Поэтому искать свое место под солнцем мне не пришлось Мне в этом плане не повезло Но ты была успешным журналистом здесь, в России Не страшно было все вот так вот бросить все наработки Ехать в другую страну, тем более с другим языком и другими традициями? Страшно... Нет, конечно, мне было очень страшно Я, как и все, что я буду вас обманывать и рассказывать сказки Конечно, у меня была депрессия ужасная И ее проходит каждый эмигрант, который переезжает в любую, наверное, страну Даже когда ты переезжаешь, мне кажется, из станицы в город Ты уже испытываешь какой-то дискомфорт А когда мы говорим о переезде в страну другую Где не только язык другой, но тут же еще и менталитет другой Культура другая и полностью, ну, как бы, вообще все чуждо Конечно, и страшно было, и плакала немало И что уж говорить, чемоданы собирала Ну, мы же очень много смеемся над этим Я говорю, подожди, три года пройдет, жизнь наладится, заиграет новыми красками Все будет хорошо Ну, вот, собственно, так и произошло Вот этот период, три года Это вот действительно так, для эмигранта Это как раз-таки тот срок Лин, скажи, пожалуйста, а что было сложнее всего и страшнее? Конечно, мне правда было очень страшно И вот даже мой любимый канал, на котором мы сейчас с тобой разговариваем Я даже не могла его смотреть, потому что я настолько скучала По вам, по всем, скучала по Краснодару, по моей любимой Кубани И мне было больно даже на это смотреть Меня не радовало абсолютно ничего, что здесь там пальмы, солнце, океан Это было не в радость абсолютно поначалу Ну вот не секрет, что эмигранты в основном работают в обслуживающем персонале Но ты исключение, ты сохранила свою профессию, работаешь на Голосе Америки Как тебе это удалось? Открывай секрет Есть позиции, на которые и здесь просто так не попадешь То есть это не так, что вот человек, возьмите его А просто там, например, твое резюме приносит другой человек и говорит Вот этот человек, посмотрите его Как направление Это здесь называется, как направление Вот по такому направлению попала на эту работу и я Наш с тобой земляк Вадим Масальский, который работает на той же телекомпании Что и я, как-то у него спросила У вас есть вакансия в Лос-Анджелесе? Он говорит, ну пока нет, но если будут, я тебе сообщу И вот так вот появилась вакансия Он мне сообщил, я отправила резюме Прошла несколько интервью И устроилась работать Понятно Скажи, пожалуйста, будешь дальше как-то повышать свой профессиональный уровень? Работать, учиться, работать над собой? Расскажи, пожалуйста Мне еще работать и работать Я, в принципе, отношусь очень требовательно к себе И я в этом плане с собой недовольна Потому что работать есть над чем Ну, как бы это все время, опять же Понятно Я думаю, что со временем все придет Спасибо тебе большое, успехов в дальнейшем Спасибо большое, всего доброго До свидания Хотела дальше продолжить Ну вот такая вот история, скажем так, просто повезло человеку Вышла замуж, там уже было гражданство, все нормально, все отлично Конечно, сложно было это однозначно, можно понять Когда бывает ситуация, что люди решают вернуться? Что обычно бывает таким вот поворотным моментом? Как правило, из опыта, да, я расскажу из своего опыта Это какие-то семейные невзаимоотношения То есть когда одна половина в семье желает оставаться эмигрантом А вторая половина в семье очень скучает за Россией За своими родными, близкими И на этой почве бывают возвращения По отдельности возвращаются или все-таки вместе с семьей? Ну, здесь уже индивидуально по-разному У нас есть еще одна возможность пообщаться Вернее, не совсем пообщаться, у нас есть записи Нескольких советов от тоже нашей коллеги Которая сегодня живет в Испании Но до этого она также работала в Мексике То есть у нее есть огромная возможность и в Канаде, кстати Дать такие небольшие вот советы Которые работают для всех вот людей Которые собираются в ближайшем будущем Ну там попробовать себя в другой стране Давайте послужим Евгения Салко на прямой связи Доброе утро, Краснодар, Краснодарский край, коллеги Если вы вдруг решили уехать за границу Нужно обязательно понимать, куда вы едете, зачем вы едете Составить план на ближайший месяц, на год Так вам будет легче ориентироваться И вы будете понимать, что вам нужно делать Также нужно выучить язык той страны, куда вы едете Потому что если вы этого не сделаете То будет трудно устроиться даже в сфере услуг Также нужно знать порядки и законы той страны, куда вы едете Потому что если вы планируете открыть свой частный бизнес Например, в Испании То нужно быть готовым к тому, что здесь достаточно высокий налог И ваш бизнес должен быть действительно конкурентоспособным Чтобы вы могли продержаться на плаву и стать успешным У кого искать помощь? У людей, люди обычно друг другу помогают Можно обратиться на форум в известных социальных сетях И вам всегда люди подскажут, что делать в той или иной ситуации Обычно эти советы бывают действительно бесценными Спасибо большое Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Вы можете в WhatsApp отправлять нам свои вопросы По номеру 918 126 тысяч И мы их зачитаем в эфире Прямо сейчас к нам несколько сообщений пришло Тех, кто вернулся Вот какие причины Карина пишет 2,5 года прожили с мужем в Израиле Вернулись, потому что трудно с менталитетом Оскар пишет Если надо ехать, то если тебя там ждут, например, по работе А так ты там никому не нужен Не написал, вернулся он или нет Но, видимо, я так понимаю, все-таки вернулся И еще одна история Я долго привыкала к жизни в Германии Но так и не смогла Хотя родственники были рядом Вернулась и очень рада Необычная статистика А то, что касается бизнеса, допустим Мы с вами в разговоре перед эфиром общались И вы сказали о том, что очень многие инвестируют И уезжают туда, грубо говоря, строят там бизнес А кто обычно возвращается и возвращаются ли? Давайте этот вопрос разделим на две части Те, кто инвестирует Это одна часть И вторая часть Это те, кто строит там бизнес В принципе, те, кто инвестирует Это люди, которые живут здесь Да, они живут здесь Они не потому, что здесь плохо Просто там выгоднее Ну, помимо того, что там выгоднее За инвестиции они могут получить гражданство То есть у нас есть ряд стран Которые обменивают свое гражданство на инвестиции Продают Продают, да Поэтому, собственно говоря, эти люди ни к чему не привязаны Они могут жить и в нашей стране В своей родной Они также могут поселиться в той стране, в которую инвестировали деньги А те, кто строят бизнес Они привязаны к той стране, в которой они этот бизнес строят Почему тогда возвращаются? Не получилось с бизнесом? Возможно, не получилось с бизнесом Возможно, нашли более выгодные варианты В России ничего не стоит на месте Все же меняется То есть то, что было выгодно буквально 5 лет назад Сегодня может быть уже невыгодным Понятно Если говорить про страны, куда чаще всего хотят уехать То это какие страны? И какие основные причины для перенеса? Если рассматривать дальние страны Весь мир, то США, Канада, Австралия Это самые популярные страны в эмиграции Из Европы, безусловно, Великобритания, Испания, Чехия Вы не самые дешевые страны, вы называете То есть, я так понимаю, туда едут люди Грубо говоря, не потому что здесь их сильно притесняют Им тут страшно жить Просто они повышают свой социальный уровень Можно так сказать? Не только Они могут себя реализовать как профессионалы Потому что страны поддерживают так называемую Профессиональную эмиграцию То есть, когда вы подаете свое резюме правительству Той или иной страны И попадаете под категории эмиграционные Есть какие-то страны, которые охотнее всего берут русских? Есть ли такое понятие? Нет, такого понятия нету То есть, эмиграционные правила, как правильно, распространяются На всех одинаково Понятно Это неважно, из России, из Китая, из Кореи В Китай едут? Китайцы едут К нам? Не к нам, в Европу В Америку, в Канаду И в ряд инвестиционных стран Откуда вы про это знаете? Они едут через Краснодар? Нет, это статистика Информация на рынке Да, это статистика Которую публикуют правительства этих стран То есть, кто приехал И с какой страны приехали Ну, любая Галина Александровна, существует такая вот Какая-нибудь, может быть, статистика По поводу самой привлекательной страны Вот куда люди зачем едут? Допустим, там Строить бизнес едут туда За социальными благами едут туда Не знаю, чтобы хорошо встретить старость Едут туда Ну, пожалуй, можно На такие категории Разделить страны Реализовать себя как профессионал Человек может вообще в любой стране Особенно, если у него какое-то уникальное образование Страны с наиболее высоким социальным Обеспечением Это Канада, Великобритания, Австралия И эти страны выбирают для того, чтобы Встретить старость Остальные страны по интересам Что-то в этой стране понравилось И люди стремятся У меня, кстати, подруга Мама четырех детей Она, кстати, по социальным показателям Хотела поехать именно в Австралию Но когда она приехала на ознакомительную поездку Она была в таком шоке от размера пауков И столкнулась с тем, что практически Ну, если ты хочешь жить там Ты должен их просто полюбить Потому что никаких загородительных мероприятий Для них невозможно средства придумать И они просто закрыли эту тему И решили, что нет, спасибо Мы как-нибудь без покупок обойдемся Тарантулы как-то нам не очень Вы знаете, в эмиграции даже такие мелочи Иногда бывают самыми решающими вопросами То ли это делать, то ли это не делать А из-за чего обычно тоже еще Вдруг какие-нибудь еще там мелочи есть интересные Из-за чего могут отказаться эмигрировать Вот вроде бы люди пришли к вам и говорят Вот хотим вот жить там, не знаю, в Германии Приехали назад, сказали Нет, спасибо Предложите что-нибудь еще Если приехали назад, да Люди передумать могут еще на этапе То есть показалось, что слишком сложно Потому что нужно выучить язык Это, наверное, пожалуй, самое сложное Кроме языка, какие могут быть сложности? Документальные как-то? А по стилю поставить? Я не знаю, там, доказать диплом, квалификацию? Это все не сложно Все-таки на первое место я поставлю знание языка Какую чаще всего страну выбирают ваши клиенты? Ну вот кроме того... Это неоднозначно, это не одна страна Это много стран Увидел сериал мексиканский, собрался, уехал в Мексику Можно так сказать, да Куда бы вы хотели поехать жить? Или вам здесь хорошо комфортно? Здесь хорошо комфортно Это прекрасно, очень приятно это слышать Я просто еще такой момент хотела отразить Очень многие люди сначала отправляют Ну вот такое существует понятие Что дать возможность ребенку посмотреть мир Это из Америки, конечно, к нам пришло Они обычно стараются перед колледжем Ребенка куда-нибудь отправить В Европу, например, чтобы познакомиться ближе с культурой У нас еще многие родители выбирают за границей обучение Вот вы считаете с точки зрения... И не все, кстати, дети потом возвращаются обратно туда жить Потому что очень многие за период работы Или там учебы поняли, что это не их менталитет Они говорят, нет, спасибо Мы лучше в России Вот на ваш взгляд Это правильная модель знакомства с другой страной С другим менталитетом? Это помогает? Это самая удобная, пожалуй, модель знакомства И она длительная по времени И когда ты молод Мини-травматичный Все впереди У тебя много времени на то, чтобы сделать вывод Хочу здесь жить или не хочу Хочу Спасибо вам большое, Галина Александровна Спасибо, что помогли нам разобраться в этом Тема дня на сегодня не заканчивается Впереди вас ждет анонс программы «Через край» Смотрите нас, не переключайтесь Встретимся через несколько минут Продолжение следует...